Пожар на Пятигорске еще раз подтвердил, что застройщики зачастую игнорируют правила пожарной безопасности. Многоквартирный дом был введен в эксплуатацию по решению суда. И при проведении там в одной из квартир ремонтных работ случился пожар. Мансардный этаж был выполнен из деревянных конструкций без необходимых перекрытий. К тому же, по предварительным оценкам, материалы не были обработаны противогорючими веществами. Распространению огня способствовала и ветреная погода. Слава Богу, никто не погиб. Сегодняшний день покажет нам предварительную причину. Эксперты работают непосредственно на месте. После этого будут сделаны соответствующие выводы. Следствию предстоит выявить причины возгорания и в целом определить нарушение строительных норм. Глава города распорядился создать рабочую группу. В ее состав войдут специалисты Госпожнадзора, водоканала, Кубани-Нерго, Сочи-Горгаза и администрации города. Они займутся комплексной проверкой многоквартирных домов, которые введены в эксплуатацию через суд. А таких в Сочи – 161. Их называют потенциально опасными для жилья. Разрешение на такие проверки должна дать прокуратура. Я думаю, что прокуратура все-таки даст такое разрешение. И надо все эти 161 дом проверить на то, что соответствуют ли они строительным нормам и пожарной безопасности. И если этого не будет сделано, если будут выявлены недостатки, то в судебном порядке надо понудить застройщиков, которые выполняли эти работы, привести их в соответствие с пожарными нормами. Власти еще раз обращают внимание собственников жилья на то, что любая недвижимость должна быть застрахована. Только в этом случае можно рассчитывать на выплаты. Выгорели два верхних этажа. Остальные квартиры пострадали более или менее, но уже от заливки в основном. То есть пострадали стекла, окна, оконные проемы, где-то мебель. И чем ниже этаж, тем меньше повреждений, будем так говорить. Поскольку в течение ночи и сегодня утром работала специализированная лаборатория по пожарной части, по выяснению причин данного пожара, только сейчас дали возможность людям вернуться в дома, посмотреть состояние домов, взять какие-то вещи, взять свои документы. Также сегодня на планерном совещании говорили о состоянии сочинских кладбищ. К Пасхе эти территории по традиции должны быть чистыми и ухоженными. К сожалению, на могилы родственников приходит мало людей, отметил глава города. Сочинцев также просят включиться в борьбу с коричневым мраморным клопом, завезенным из Европы и Америки. К его механическому уничтожению необходимо подключиться всем и организациям, и самим жителям города. Его распространение масштабно и губительно для плодов овощных культур, для всего зеленого наряда Сочи. Задача не дать мраморному клопу акклиматизироваться и поселиться в нашей стране навсегда. А он активно распространяется и на другие регионы. По результатам обследования, больше всего этих насекомых выявлено в Салахаули, Кудепсте и Нижней Шиловке.